это вообще просто это это подарок судьбы хотим попробовать новый бизнес все кто хотят принять участие грандиознейший проект судоходная компания с нуля так ребята всем привет это второе видео про судоходную компанию с нуля я вам всем напоминаю что мы продолжаем собирать пул инвесторов и все желающие переходите по ссылочке в telegram пишите ваши вопросы а мы начинаем да ребята я конечно до конца не понимал во что мы ввязываемся настолько много нового интересного мы узнаем прошла неделя ребят за эту неделю много я узнал нового потому что конечно начали сталкиваться мы с кучей проблем связанных с тем же вот регистром для того чтобы данный понтон поставить под рисе российский речной регистр требуется титанический труд что произошло за эту неделю самое главное самое важное что мы встретились у димы вовсе у компании алый паруса и набросали с ним небольшой бизнес-план связанный вот с нашей судоходной компании как мы будем взаимодействовать и каким цифрам можно стремиться имея один либо два теплохода до это можем мы делать рейсов ну три дневных полутора часовых четыре максимум и разводка час в час отправляем сейчас 10 в 10 час и до до 100 процента загрузка москвы попадут плюсы в среднем 150 человек москва на субботу с преседем не всегда нет мне не очень возможности какие-то 50 в среднем в среднем за что прошло 30 10 не сможете продать но если у него сто пятьдесят только 150 пассажир по пароходу мы берем мы берем москву спасаться с возможностью посвятить борт 150 человек правильно средние расходы по москве приблизительно дим тебя же была москва блин это было так давно ну примерно ну по моему 10 тысяч стоит суточный я могу сейчас все записать расход топлива в час считается два двигателя по 30 литров в час каждый двигатель это в среднем зависимостью от москвы у кого-то больше может быть когда я беру среднем плюс дизель генератор 10 литров в час потому что вся москва питается только дизель генератора еще 10 еще 10 литров в час я работаю когда она стоит в причалах если у тебя нет электричества то он должен работать да иначе если у тебя береговой значит ты можешь подключиться к береговому нету там просто генератор работает все время работает на всех пароходах всегда работает на трамвае у трамваев все системы запитаны на бортовой сеть 24 ну либо 12 там мало лампочка но в москве куча насосов и системы работают только от 220 итак мы встретились у димы в офисе и набросали немного цифр эти цифры вы также все сейчас услышите и сами сможете на листочке взять и посчитать ту математику эту экономику с которой нам придется столкнуться то есть имея вот один теплоход москва что из него скажем так можно выжать какие цифры можно из него получить в виде прибыли дохода и какой вал может осуществлять один теплоход москва дима четыре рейсы это первый рейс начинать поскольку с 10 утра они здесь никого персонал канала на 3 но это 15 ну смена примерно питаться чуть-чуть переработкой с ночной уже пятнадцать это матрос это два человека три человека экипаж капитан матрос моторист и матрос руликовой тысяч сутки да да не считая администратора который должен быть обязательно тоже эти все очень просто когда вот у меня была москва у нас не было по нему набора вообще никогда он у меня фигачил только аренды почему потому что у меня трамвай на 12 проходов было тогда я фигачил по каналу у меня москва василий был только по 2-3 банкета в день фигачил во первых не было городских причалов так не было ни адмиралтейки не этого у меня было много однопалого мне этого тогда было достаточно понимать василий не стоял и василий всегда ходил я всегда на развод тогда не было хороших пароходов василий был один а василий был самый первый нормальный приличный пароход сейчас уже появились там другие но я как-то смотри поэтому статистики по василию по набору нету вообще от слова совсем администратор у нас может быть любой саксофонист просто поставим голограмму матроса вообще не надо ты можешь сам рулить скажи сам шорт у нас будет первая москва на автопилоте мае в прошлом году был настолько провальный по погоде был холодный ну просто и он получается так что мы возили 1 2 3 5 иногда 10 иногда 50 и он получается что мы ему давали денег потому что у него не было запаса по деньгам и он начал снимать постоянно пароходы постоянно рейсы снимать потому что не было потом от нас отказали все агенты потому что потому что то есть пароход то есть пароход то нет пароход мае вообще поэтому тебе говорю что по прошлом году июнь июль август было все хорошо сентябрь октябрь она опять эта херня началась но даже в июне июле август он постоянно снимал пароход хорошо давай так если мы нет стабильности нету нету статистики понимаешь что есть статистики вот по твоим ощущениям я тебе говорю скажу пятница суббота мы загрузили сто процентов мая нету мая вообще блять пиздец ну нету понимаешь перспективный давай мы не берем хорошие радужные события мы не берем хорошие команды мы просто берем что обычная стандартная погода но у тебя стабильно он есть и есть все агенты которые от тебя не отказались да если мы разобьем перспективы давай так мы всегда хотим надеемся на на лучшее правильно же ты же видишь ты же внутри этой темы варишься в этом котле ты понимаешь если мы стабильно поставим маршрута я считаю поверь мне вот мне очень хорошо с математикой а в чем проблема у меня очень хорошо с математикой только нечего считать у нас емкость вы понимали вот ёмая снимаю всего бизнеса это прибыль 20-30 процентов от всего ну считай от вала от вала 20-30 процентов не больше если сотку обернули 20 нормально я тебе 20 максимум 30 вот саша а чё ты так бесуешь все в монако в судоводителя ты тоже каждый год новый пароход покупаешься сейчас купить покупать каждый год покупал раньше по пароходу каждый год и кушать в свое время но последние два года было тяжело потому что мы работали два года и ограничение будет уже 20 год вообще не работал в целом 20 не работал в этом году тоже как бы все нормально было но мы на ферме отдавали долги за 20 понимаешь да мы заработали там какие-то денег но у меня тянул обратно он немножко в течение этой недели было очень много встреч мы встречались с проектантами мы встречались с электриком мы встречались и написали кучу писем в том числе вот ребятам которые будут осуществлять осмотр данного корпуса понтона на его плавучесть и на его брать анализ бетона он дает анализ бетон и есть анализа со слов пока что я как это понял мало того что они будут нырять осматривать корпус снизу для того чтобы нигде не торчала арматура нигде не был пробоин таким образом они нам дадут заключение годности данного понтона у нас будет видеосъемка они полностью должны осмотреть все дно понтона нижнюю часть на повреждение и от этого будет зависеть следующий порядок цифр потому что все подводные работы самое это самое дорогое все что связано с подводной работой и в ближайшее время начнем готовить новый анализ соответствия и займемся актуализации проекта нам собственник данного понтона предоставил уже весь пакет документов у нас есть проект полностью и мы его просто-напросто сейчас под новые правила регистра будем актуализировать я думаю что это займет у нас где-то месяц вы конечно же обо всем узнаете все вам покажем все вам расскажем самое главное будем бежать с вами по цифрам на сегодняшний момент на сегодняшний момент пока что у нас есть только две цифры да это сам понтон и москва с теплохода москва сейчас ведем переговоры с ними немножечко торгуемся хотим как бы ну получить какое-то интересное предложение сойтись на адекватной цифре чтобы для нас это как-то было безболезненно потому что хочется чтобы она где-то вот может быть здесь уже обошлась там миллионов 15 в санкт-петербурге потому что только переход перегон стоит 1 миллион рублей плюс любом случае нужно произвести там некоторую модернизацию обслужить что-то поменять перестелить полы затарить какой-то мебели привести в порядок там кухонную зону бар чтобы это выглядело более-менее так эстетично скажем так не будем делать лакшери ремонт ну просто чтобы было так чина благородно красиво для этого тоже понадобятся деньги вот на сегодняшний момент с москвой ведем переговоры пытаемся сторговаться на ту сумму которая нам интересна но если все срастется если у нас наша судоходная компания в ближайшие дни не загнется что то состоится перехода мы погоним теплоход москва я надеюсь нам помогут подписчики мы соберем команду интересную и 55 и 58 никаких там нет мы поедем на двухэтажном фешенебельном железном пароходе да также одно из интересного что со мной связался игорь он является владельцем компании river ticket это самая крупная московская компания по продаже билетов круизов по прогулкам по москва реке и он же мне рассказал что они в том году брали в аренду и эксплуатировали вот этот теплоход пароход москва мираж который я который я смотрел да то есть это настолько совпадение ну грубо говоря твое мнение со стороны в принципе них они плохой пароход в плане под туристов были ничего себе просто мега крутой звонок мне в instagram написал ну не знаю как бы представился что это его портал может быть не за не один но это самый крупный и самый серьезный топовый портал в городе москва по продаже билетов на пароходы соответственно он дал свои комментарии по поводу данного парохода связано с переходом из москвы в санкт-петербург потому что данного парохода нос открытый и возможно проект перегоном будет довольно таки сложный потому что нос будет может заливать водой и возможно придется городить какую-то конструкцию не знаю но он сказал обратить на это внимание и обязательно с акцентировать на этом проектантов которые будут готовить про переход а компания по сама по себе является очень крупной на московском рынке а с питером они не работают он очень мало продаем круизов и билетов именно для петербурга и мы с ним обсудили все нюансы немножечко проговорили возможность сотрудничества он не написал что он хочет начать для себя открывать питерский рынок и для меня так это тоже как бы было таким значимым моментом то что они очень крупные игроки в москве а вы знаете что у нас все равно происходит миграция гостей туристов москвичи приезжают отдыхать питер из санкт-петербурга очень много людей отдыхать едут москву там на выходные поэтому вот этот взаимный интерес скажем так по продаже билетов чтобы они могли москвичам продавать уже билеты круизы здесь санкт-петербурге с партнерствами с нами это вообще очень классно на самом деле очень много сейчас и активно общаемся с электриком и очень много интересного здесь был у нас на понтоне рассказал и очень много интересных вещей мы для себя узнали оказывается что все провода все розетки все выключатели все лампочки светильники и электро щиту тот же да это все должно быть сертифицировано российским личным регистром сюда нельзя вот обычные провода вот здесь обратите внимание немножечко был сделан такой скажем так колхоз вот это все как я понимаю они делали дополнительно себе освещение здесь и это было не регистровая розетка ведь она без утепли без уплотнения чтобы водонепроницаемость да а вот это например регистровая розетка а чем отличаются регистровые розетки вот который используя от обычных розеток то главное защита понятно и питома и пивцы принципе в правилах регистра прописано что где должность я сегодня читал документы документами что какая-то фирма допустим шнайдер она под регистр пошла заплатила деньги получила лицензию а есть бытовые розетки которые просто дома дом на освещение тут рубится две фазы если это на кораблях то есть там нет такого что ноль фазы там будет фаза у тебя все выключатели будет полив а много нюансов еще связано кардинальное отличие фирмы которая занимается квартирными ремонтом по электричеству да и то что мы с тобой находимся на суде до сейчас здесь в принципе чем-то похоже на береговой потому что судя по спецификации здесь будет все приходить берега включая заземление заземление идет третье жилы ну то есть все вот эти светильники да идет две жилы для питания и третья жила для заземления то есть если что-то произойдет пробой на корпус он идет в сит ага сита на берег ну и самое важное самое ключевое чтобы люди понимали что мы находимся на судне и здесь соответственно необходимые полностью навигационное оборудование да это же просто провода мы не идем не пересекаем ладогу мы не на пароходе не смотрите да что да 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 сайт мы находимся в любом случае нас в любом случае на судне пускай она хотя бы и стоит она остойчивая да но так как мы находимся на судне чтобы мы на этом понтоне шли по воде там не знаю плавали что мы на нем просто стоим на воде то есть все должно соответствовать одним стандартам конечно мы ни в коем случае здесь не можем прийти и делать все что захотим потому что любой провод любая любой светильник любая розетка все должно быть согласовано и внесено в проект различные способы прокладки оговариваются но в данном случае здесь прописано спецификации что основной способ крепления это по мостам и панелям вот что здесь и представлен то есть здесь мосты соответственно крепится рубится листовой металл вот делаются отверстия скобки так называемые крепится болтами каждая скобка почему трудоемкий процесс здесь за того что вот нужно каждую скобочку изготовить изготовить и потом это вот эти скобы да про них мы сейчас договорим посмотрим что щит вот данный щит он по ходу дела еще советских времен да как по вашему мнению его возможно еще эксплуатировать или уже все я думаю что его лучше перебрать потому что сопротивление изоляции никто не отменял соответственно здесь все царел он вот находится в открытом состоянии по большому счету его необходимо заменить и все комплектующие потому что уже он айпи не соответствует но аварийное освещение опять-таки оно должно запитываться как минимум из двух источников соответственно аварийное освещение на некоторых пароходах это имеет другое питание там 24 вольта постоянно существует коммутирующие а то есть нам здесь еще придется поставить аккумуляторы для того чтобы эти лампочки горели вот про этот навигационный огонь мы говорили да вначале смотрите он же даже смотрите какой-то модный да ссср на самом деле интересно сейчас вам покажу я нашел казалось мы облазили все отсеки а вот в этот отсек на самом деле ребят мы не заходили спускайся аккумуляторный ящик стоит и вот аккумуляторный ящик получается два аккумулятора здесь стояла а вот это украли до этого трансформатор до его нет примите ли нет по и главное самое главное что я хочу еще еще анонсировать ребят в субботу устроить здесь большой субботник возможно даже встреча с подписчиками потому что мне очень много народу написала просто хотят принять участие в качестве там увидится помощи какой-то поддержки поэтому ребят если кто хочет в эти выходные есть возможность субботу приезжайте все сюда вместе с вами познакомимся пообщаемся вы сами лично узнаете попадем видео в ролик да и если есть возможность помочь грубо говоря руками да здесь есть некий объем работ подготовить на которые я хочу провести связано он конечно и с уборка в первую очередь навести как как бы пхд здесь да надо чтобы был уже понятен объем работ который нужно будет произвести потому что что мы это кусок не подготовил и летом можно здесь будет кайфовать также не это безусловно конечно то что свою очередь в дальнейшем также здесь это будет точка притяжения для многих водомоторников санкт-петербурга любителей покататься по воде и где-то пришвартоваться для того что можно было провести время там покушать просто передохнуть с красивым видом безусловно это есть цель и задача нашего вот этого проекта в виде понтона на сегодняшний момент санкт-петербурге почему-то я не знаю почему складывается такая тенденция очень странная что все что у воды рестораны кафе бавучий дебар кадры да были у нас много все закрывается ресторан паруса сгорели сейчас я слышал что вот например там до зари бывший акварель который стоит тоже в ее выгоняют на сегодняшний момент сам петербурге все меньше и меньше становится мест таких точек притяжения где могла бы собираться водная тусовка до что можно было бы приплыть на лодке на яхте на катере на гидроцикле куда-то приплыть на воде пришвартоваться и нормально хорошо провести время покушать отдохнуть просто возможно там вечером потусоваться но нет таких мест все здесь же я хочу конечно же выставить где-то если получится конечно найти место выставить понтон и самое главное самое главное это построить инфраструктуру вокруг понтона для того чтобы как можно больше людей могло сюда прийти на своих лодках судах катерах гидроциклах нормально пришвартоваться даже для катеров мы еще хотим длинный палец поставить до из бетона для гидроциклистов закупиться пластиковыми понтонами у нас на сегодняшний момент в санкт-петербурге уже таких мест но не осталось от слова совсем вот просто совсем поэтому у меня конечно же и и было это идея в голове всегда мне хотелось где-то организовать либо на берегу какое-то место либо помните мы тут понтон сережа время таскали куда-то на нем пытались какие-то делать вечеринки но это все конечно же было не то здесь есть возможность реально реализовать вот эту идею точки притяжения в санкт-петербурге любители воды и отдыхать и проводить время на воде и вот этот понтон это самое лучшее предложение на сегодняшний момент который можно будет реализовать вот эту мою мечту идею желания скажем тогда сделать в городе что-то интересное спасибо за просмотр и одни что это видео было для вас полезным и интересным подписывайтесь на канал не забываем писать комментарии с вами был Андрей Кузнецов и увидимся на воде